Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Элла Памфилова дала высокую оценку деятельности избирательной комиссии Карачаева-Черкесии и поблагодарила руководство региона за эффективное взаимодействие с избиркомом. Шесть дней в году в Карачаево-Черкесии будет запрещено продавать алкоголь. Эти и другие вопросы одобрили народные избранники на сороковой сессии парламента. Мошенники не спят, запущена очередная уловка для обмана, чтобы списать денежные средства. Как уберечь себя и что нужно делать? Заниматься любимым видом спорта и достигать высоких результатов. Кочегу торжественно открыли боксерский зал «Возрождение». Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов провел рабочую встречу с директором Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексеем Сенокосовым. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с участием Россельхозбанка в дальнейшем развитии сельского хозяйства Карачаева-Черкесии. Учитывая, что наша республика имеет в свою специфику большие перспективы дальнейшего развития растений и водства, животноводства, увеличения пассивных площадей, эти меры, безусловно, важны особенно сегодня в период санкционного давления для наращивания объемов собственного сельхозпроизводства, сказал Рашид Емрезов. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам поддержки региональных сельхозтоваропроизводителей. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов принял участие в организационном заседании избирательной комиссии республики в новом составе. В соответствии с действующим законодательством избирком сформирован сроком на 5 лет. В составе 14 человек с правом решающего голоса. В работе заседания в режиме видеоконференции приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и член ЦИК Эльмира Хаймурзина. Элла Памфилова дала высокую оценку деятельности избиркома республики. Она поблагодарила руководство региона за эффективное взаимодействие. В свою очередь, Рашид Емрезов поблагодарил за высокую оценку и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество. Он также поздравил с назначением и началом работы членов нового состава избирательной комиссии республики. Глава отметил, что сейчас регион вступает в новый избирательный цикл и новому составу избиркома предстоит организация выборов президента Российской Федерации в 2024 году и ряда других важных избирательных кампаний. Правительство республики отчиталось о проделанной работе. Внесены изменения в бюджет инвесторам, представлены налоговые преференции и шесть дней в году в Карачаево-Черкесии будет запрещено продавать алкоголь. Эти и другие вопросы одобрили народные избранники на 40-й сессии парламента. Подробности у Мурата Джанкёзова. На повестку дня 40-й, заключительной перед летними каникулами сессии, было внесено 15 вопросов. Первым приняли к сведению отчет правительства республики за 2021 год. Затем был рассмотрен ряд вопросов бюджетной сферы. Распределены целевые поступления из федерального бюджета и произведены некоторые перемещения внутри министерств. Далее народные избранники внесли изменения в закон о патентной системе, направленные на снижение на 50% размера потенциально возможного получения индивидуальным предпринимателям годового дохода. Это приводит к уменьшению стоимости патента. Данные изменения касаются отдельных видов предпринимательской деятельности, таких как перевозка грузов автомобильным транспортом в международном сообщении, услуги, связанные со сбытом сельхозпродукции, услуги, связанные с обслуживанием сельхозпроизводства, связанные с производством молочной продукции, сбор, обработка, утилизация отходов, разработка компьютерного программного обеспечения, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. Этот закон касается и пассажироперевозок, наружной рекламы и малых гостиниц. Еще один законопроект депутаты приняли в целях оказания поддержки инвесторам путем предоставления налоговых вычетов и пониженной ставки по налогу на прибыль. В случае принятия законопроекта налогоплательщики, получившие льготу в рамках 23 РЗ, будут вправе включать в инвестиционный вычет не более 80% суммы расходов текущего периода на приобретение основных средств, а также 80% затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование. Парламентарии поддержали и закон об установлении дополнительных ограничений по розничной продаже алкогольной продукции в определенные дни. В День знаний, последний звонок, День защиты детей, День молодежи, а также в Ураза-Байрам и Курбан-Байрам на всей территории республики будет запрещена розничная продажа алкоголя. Надеемся, что этот закон действительно послужит во благо обществу республики, во благо здоровому образу жизни, который проповедуется у нас в республике. И это одна из таких ключевых задач тоже ограничения, снижения уровня потребляемого алкоголя. У нас в прошлом году уровень преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, он, к сожалению, увеличился. Поэтому нам необходимо дополнительные меры принимать. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил депутатский корпус за благотворную законотворческую работу, проделанную во взаимодействии с исполнительной властью и органами местного самоуправления, а также за работу с избирателями. Мурат Жанкёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днём в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 11-14, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днём 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10, днём будут порывы до 11-14, температура ночью 13-15, днём 29-31 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-92-0 С 18 июня в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2-96-58, категория «Наркласс». Обществу с ограниченной ответственностью «Вултан» требуются операторы оборудования, электромонтёры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23, 8-938-038-84-37. Мы продолжаем нашу программу в прямом эфире. Мошенники по-прежнему не спят. Запущена очередная уловка для обмана, чтобы списать денежные средства со счетов доверчивых граждан. Как себя вести и как уберечь себя от этого, чтобы избежать финансовых потерь, расскажет Альбина Ламкова. Здравствуйте! Руслан Анзорович? Меня зовут Лариса, я сотрудник банка. Новая уловка мошенников. Они, представляясь сотрудниками банка, обзванивают потенциальных жертв и предлагают получить накопленный за покупки кэшбэк или обменять бонусные баллы по программе лояльности на рубли. Для этого они запрашивают у человека данные по карте и СМС-код, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Необходимо помнить, что бонусы, даже если они у вас действительно накопились, организация никогда не переводит в денежный эквивалент. Конечная цель преступников – получить доступ к вашему счету и похитить деньги. Или ложными обещаниями вынудить вас самому перечислить денежные средства. За кромаху злоумышленников всегда найдется мошенническая схема для обмана доверчивых граждан. Поэтому важно знать, если клиент сам сообщит преступникам персональные данные, которые нельзя разглашать, вернуть деньги через банк уже не получится. В таком случае спешка навредит. Отключив эмоции, включив логику, разбираемся. Вначале с кем общаемся? С сотрудником банка или с мошенником? Для этого нужно попросить собеседника представиться, при этом узнать его должности и подразделения банка. Если разговор зашел о передаче ваших персональных данных, тут же кладите трубку. Хотелось бы напомнить жителям Карачаева-Черкесии о том, что узнать о наиболее распространенных мошеннических схемах можно на официальном сайте Банка России. Относительно недавно там сформирован специальный раздел, в котором содержится вся актуальная информация и рекомендация по противодействию мошенническим схемам. Эти знания должны помочь людям принять правильное решение в нужный момент и исключить риск финансовых потерь. К сожалению, действия мошенников часто эффективны. Они сначала нагнетают напряжение, которое вызывает чувство тревоги и паники, вследствие чего человек теряется. У меня, конечно, это не случалось, потому что у меня карточки нет, а у родственницы такие деньги, 76 тысяч, 50 тысяч, это ужас. А у меня нет карточки, пенсию получила, раздала и все. Наверное, просто не отвечать на звонки, не диктовать свои данные, которые приходят в сообщениях. Очень много там слышим историй, что там попались на удочку мошенников, что-то там пострадали. Пострадали, зачастую это обычные люди, граждане, далеко не состоятельные попадаются. Поэтому желаю всем удачи и проявлять максимальную осторожность. Не надо просто слушать таких людей и все. Просто не надо слушать. Надо быть осторожным, сразу сообщать. В приложении Сбербанк есть такое уведомление, что сообщить о мошенничестве. Обязательно надо позвонить, мне кажется, чтобы с этим все вместе бороться. Конечно, наилучший способ защиты – повесить трубку, не идя на поводу у манипулятора. Затем позвонить по официальному номеру банка и уточнить, все ли в порядке с вашим счетом и картой. Данные можно найти на обратной стороне вашей карты или на сайте банка. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. 12 школьников и студентов СУЗа в Черкесске завершили трехлетнюю программу обучения в энергоклассе «Русгидро». Вручение сертификатов первым выпускникам состоялось в торжественной обстановке в зале Зеленчугской ГСГС. Для выпускников провели экскурсию по строящимся и действующим гидрообъектам, а также показали презентационный ролик, рассказывающий о деятельности компании. В рамках образовательного проекта учащиеся с 9 по 11 классы прошли углубленную довузовскую подготовку по математике и физике, которая поможет им в дальнейшем сделать осознанный выбор профессии. Теперь студенты Качагу имени Умара Алиева смогут заниматься боксом. При ВУЗе торжественно открыли боксерский зал «Возрождение». В церемонии приняли участие лучшие представители бокса со всего юга России, чемпионы и призеры Олимпийских игр. Из Карачаевска Алла Качиева. Теперь таким же, как и Тимирлан, которым нравится бокс, есть где заниматься. Зал «Возрождение» при Качагу станет еще одной точкой притяжения для начинающих спортсменов. По инициативе вице-президента федерации бокса Карачева-Черкесии, семикратного рекордсмена Марата Аузденова, он оборудован полностью. Я общаюсь с боксерами, с молодым поколением, которые всегда хотят учиться там, где есть бокс, чтобы не останавливаться на проделанной работе, чтобы идти дальше. И они всегда ищут университеты, где есть бокс. А этот Качагу – это один из самых лучших университетов на Северном Кавказе. И здесь нет бокса, это вообще не подходит. Здесь должен был быть бокс. Я приехал, поговорил с ректором, объяснил ему ситуацию, что это имидж, это круто, если в вашем университете будет зал бокса, и чтобы студенты тренировались и выступали от имени университета. У начинающих боксеров в этот день было возможность пообщаться с именитыми спортсменами, которые приняли участие в церемонии открытия клуба бокса. Это чемпионы мира и Олимпийских игр Гайдарбек Гайдарбеков, Муслим Гаджимагомедов, Асламбек Махмудов, Хабиб Абдулаев и другие. Для нас это знаменательно вдвойне, потому что это событие происходит в год 100-летия Карачаево-Черкесской республики и в год 55-летия нашего факультета физической культуры и спорта, который воспитал ядную приятную замечательных спортсменов, которые прославляли нашу республику и нашу страну на Горовой Алине. Собравшись, отмечали, что боксерский зал «Возрождение» станет кузней чемпионов и спортивным объектом, способным формировать правильный образ жизни и воспитывать здоровое поколение молодежи. Тренировать спортсменов будет Мурат Тимирджанов. Гости преподнесли в дар боксерскому залу перчатки и шлемы. Спасибо Марату, что пригласил федерации бокса Карачаево-Черкесы. Я думаю, что для начинающих ребят это большой стимул, то, что есть такая поддержка, такая федерация, которая хочет, чтобы были чемпионы. А ребятам остается только трудиться, работать. А все это, все пройдет. Когда они начнут пахать, работать над собой, тогда все пройдет. Занятия в боксерском зале КЧГУ начнутся в сентябре. Осенью желающие смогут заниматься любимым видом спорта. Бокс – взаимосвязанная работа тела и мозга. И если умело управлять ногами, корпусами и руками одновременно, то результат не заставит себя долго ждать. Алла Качиева, Расул Бердеев, Вести Карачева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего доброго и до завтра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»